Дорогие радиослушатели, сегодня у нас будет короткая история о том, что придумывая наказание грешнику, необходимо учитывать все мелочи, в результате которых грешник может раскаяться. Итак, вот вам анекдот про грешников, попавших в ад, за грехи свои были отправлены как-то в ад бабник, алкоголик и наркоман, собрал их сатана вместе и говорит. Я могу дать вам еще один шанс вернуться в мир живых, вам всего лишь нужно провести сотню лет в комнате с вашими самыми откровенными желаниями, и тогда я вас отпущу, а что делать, не упускать же такой единственный шанс получить еще одну жизнь среди людей, они и согласились с условиями. Алкоголику досталась комната, полная дорогого и изысканного алкоголя, который только можно было сыскать во всем мире, не чуя подвоха, он с радостью принял испытание. Бабнику достались хоромы, полные роскошных девиц, жаждущих соития с ним, к чему он сразу же с превеликим удовольствием и приступил. Ну а наркоману, конечно же, досталась коморка, набитая бесконечным количеством отборнейшего курева всех сортов, способного одурманить не по-детски. Через 80 лет сатана решил проверить, как идут дела у заключенных, начал он с комнаты алкоголика, его взгляду предстал измученный мужик, умоляющий выпустить его, он в первый же день выпил весь алкоголь из бутылок и теперь страдал от бесконечного похмелья. В течение 80 лет, сатана с удовлетворением выпустил его, забрав душу алкоголика себе. Открыв комнату бабника, сатане предстало мерзкое зрелище, за теперь вечно молодым парнем бегала толпа состарившихся, обрюзгших и страшных женщин, бабник что-то завопил об усвоенном уроке и взмолился о прекращении его испытания, сатана забрал себе его душу, выпустив грешника на свободу. Открыв комнату наркомана, сатана несказанно удивился, увидев, что ни один грамм наркотиков оказался нетронутым и сразу же поймал на себе укоризненный взгляд бывшего наркомана. Ну ты и придурок, сказал грешник, хоть бы мне зажигалку оставил, и по своей оплошности сатана не смог присвоить себе душу грешника, так и отпустив его в мир людей, с вами была Милена Джексон, радио что вижу-то и говорю, оставайтесь на волнах нашего радио.